Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как правильно по-христиански проводить поминки? Да, поминки – это то действие, которое отражает религиозное состояние человека. Вы знаете, даже в Римской империи, когда были завоеваны многие народы, позволялось этим самым народам разнообразным именно поминки совершать по своей традиции. Это было как бы не изторгаемо из народных сообществ, и в соответствии со своими упованиями о вечной жизни, в соответствии со своими понятиями эти самые народы совершали тризны, поминовения, поминки о своих усопших. Потому, кстати, и первоначальные богослужения ранних христианских общин совершались в катакомбах. А катакомбы – это и были такие вырытые, точнее сказать, выбитые в мягких и не всегда мягких скалах длинные коридоры, имеющие предназначение погребению мертвых. Именно там, в связи с разрешением действующим Римской империи, первохристиане проводили свои поминки, а на самом деле служили литургию на мощах мучеников. Отсюда и пошла традиция в престол, освящаемый архиереем, вкладывать мощи святого мученика, на котором в престоле уже и будет совершаться божественная литургия. Ну а кроме этого, на престоле еще и для совершения литургии имеется святой антиминс, которым также вложены частицы святых мощей, некоторым образом повторяя то содержание святого престола, о котором мы сказали выше. А пошла такая практика как раз вот с этих с виду поминовений, которые, по сути дела, были служением божественной литургии. Как же свойственно поминать усопших христианину? Смерть не исчезновение личности, но возвращение тела, Богом данного, из земли взятого в землю, от которой оно и было взято. Это установление пришло не в связи с сотворением человека, а в связи с его грехопадением. Смерть вошла в мир тогда, когда вошел в нее грех, смерть противоестественна, Бог смерти не создавал, поэтому умирающий человек не мусор, не грязь. С почтительностью церковь провожает тело, взятое от земли в землю, а душа, по свидетельству премудрого экклесиаста, возвращается к Богу, который дал ее. Это взятое от земли в землю, от Бога вдохновенное остается с Богом. Таким образом, личность человеческая неуничтожима, и именно это понуждает христиан, начиная с посмертных заупокойных панихид, литий, так называется краткая панихида, заупокойное богослужение, включая отпевание, молиться о упокоении со святыми в Царстве Господа Иисуса Христа, того, кто оставляет уже живущих и приселяется в иной способ бытия, где душа отделена от тела. Но это отделение не навсегда, верим мы по обетованию Господню, что надлежит при втором пришествии Христовом воссоединиться душам всех когда-либо живших людей с их телами, чтобы уже в цельности человеческой личности получить либо блаженную вечность, либо вечную Богоотчужденность, которую выбрал человек за время своей земной жизни. Следовательно, в чем состоит поминовение усопшего? В продолжении молитв о нем церкви усопшему не свойственно что-либо прибавить к своему делу жизни, к своему движению ко спасению. Надлежит человеку, говорит апостол, единожды умереть и потом суд. Не оправдание, не какое-то еще посмертное изменение, которое будет ли, не будет ли, возвысит ли его, понизит ли его. Единожды умереть и потом сразу, неотложно. Уже событие второго пришествия Христова, иначе время идет для души с телом расставшейся. Значит, она оказывается уже на пороге второго пришествия Христова, которое для нас еще живущее кажется отдаленным. Потому и осознаем мы душу умершего, уже стоящей перед престолом Божьим. Что теперь? Можно ли поменять свободное произволение прожившего свою земную жизнь так или иначе? Нет, это уже невозможно. Что же, о чем молится церковь? Церковь молится о том, чтобы были новоприставленному или уже присно поминаемому прощены те грехи, которые все-таки оставались присущи его душе, не принесшие еще совершенные плоды покаяния. Земное поприще – это епитимия. Земное поприще – это время для покаяния. Это время для очищения своей поврежденной души с тем, чтобы она оказалась пригодной к сочетанию с Богом в вечности. И хоть всякий верующий в Пресвятую Троицу, всякий член Церкви этому и посвящает определенные силы своей души и время жизни, но далеко не все мы оказываемся к моменту исхода в изобилии плодов этого нашего покаянного труда. А плодами являются явления силы Духа в нас, Духа крепости, разума, целомудрия, благочестия. Потому, сознавая за усопшими нашими сродниками некоторую человеческую ограниченность и несовершенство, молится Церковь о том, чтобы Господь был милостив грехам и прегрешениям к тем страстным движениям, которые остались еще присущи Его душе, с тем, чтобы не лишиться в вечности той благой части избранных Христовых, которые мы и именуем, в общем словом, вечным спасением. Вот о чем мы продолжаем молиться. Мы молились о юном, нашем родственнике или близком. Мы молились о Его успехах в жизни, заботясь не только и не столько о внешнем преуспеянии, сколько о духовном. Мы молились о тяжко болящем или о состарившемся нашем сроднике или близком. И после Его отхода от временной жизни молимся о том, чтобы милость Божия, благодать Божия оставалась по преимуществу Его участью, Его частью. И это есть дело любви. Значит, как поминать усопших? Конечно, прежде всего церковно, в своем собственном благочестии, потому что если ты сам о себе не родишь, не исповедуешься, не причащаешься, считая себя христианином и прося у Христа помилования душе усопшего, как ты сам будешь источником чистой молитвы о ближнем, если о чистоте собственного сердца не позаботился. Так что он надлежит поминать усопшего, прежде всего, не оставляя заботы о своем собственном очищении, о своем собственном облагодатствовании. Во-вторых, конечно, в рамках тех порядков, которые установила Святая Церковь. Это уже и упомянутые богослужения, это и поминовения за Божественной Литургией, где на каждой литургии имеется отдельная просворочка, из которой священник, совершая проскомидию, изымает частичку, каждый из которых давая имя, в том числе и усопших православных христиан. Впоследствии, по завершении литургии, он сыпает в чашу с кровью Христовой эти все многочисленные частички с молитвой «Помяни Господи, отмы Господи грехи, поминавшихся здесь молитвами Пречистой Богородицы», как в древних требниках, или молитвами всех святых, сразу как в современных молитвами всех святых, и таким образом совершается самое действенное поминовение усопшего или молитва о очищении уже посмертной милости к нему со стороны Господа Всемилостивого. Кроме этого, существует традиция и милосердных утешений для ближних во имя почившего христианина, поэтому подавая милостыню, в том числе накрывая стол для близких, а желательно еще и для бедных, христианин таким образом и совершает поминовение усопшего, не то чтобы доделывая добрые дела вместо него, но действительно прося не самому себе, но усопшему близкому человеку своему вменить те добродетели, те дела милосердия, которые совершаются ради его памяти. Вот по преимуществу в этом и состоит поминовение усопших наших близких православных христиан. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok